Время итоговых новостей на телеканале ЖТСУ. Здравствуйте! В студии Рустам Аралбаев, сурдопереводчик Даурен Абдрасилов. И в начале выпуска коротко о главном. Обучим и трудоустроим. Более 5000 образовательных грантов выделено в Алматинской области по программе СРПН-2050. Эталон семьи. Областной этап национального конкурса «Мири Леотбасе» состоялся в Талдыкургане. К вершинам Олимпа. Подведены итоги третьего и четвертого туров чемпионата страны по регби среди мужчин. В Алматинскую область с рабочим визитом прибыл депутат-мажилист парламента страны Вакиль Набиев. В Талдыкурганском доме дружбы он провел встречу с представителями Ассамблеи народа Казахстана, областного совета матерей, руководителями этнокультурных объединений и активистами штаба Жанг Ружова. Во время проведения круглого стола были обозначены основные направления работы и дальнейший вектор развития АНК со стороны депутатского корпуса. В ходе встречи спикеры затронули животрепещущую тему межнациональных и межконфессиональных отношений. Мир, единство, согласие и дружба представителей разных национальностей под одним шанраком – бесценное богатство, которое необходимо сохранить, отметил Вакиль Набиев. Он также подчеркнул важность социального роста граждан, для чего на постоянной основе депутаты мажориса парламента выезжают в районы для встреч с населением. В пятницу мы весь день будем ездить по регионам, встречаться с населением, встречи. Также планируем на выходных в субботу, в воскресенье Памфиловский район, Уйгурский район, ряд районов посетить. Отдаленные села послушать людей, наболевшие вопросы, которые будут подниматься, будем записывать и принимать к работе, к сведению. Областной этап престижного национального конкурса «Мирелиот-Бассе» прошел под сводами Дворца торжеств в Талдукургане. За звание «Эталонной» поборолись сразу 40 семей со всех уголков края ЖТСУ. Однако дойти до финишной прямой и на деле доказать приверженность семейным традициям удалось лишь трем избранным. Теперь победителям регионального состязания предстоит защищать честь своей семьи и в целом области уже на республиканском уровне. Желающих посостязаться за звание образцовой, приверженной семейным традициям, семьи с каждым годом увеличивается. По словам организаторов, в этом году количество заявок превысило прошлогодние показатели в разы. Среди 410 семей, изъявивших желание поучаствовать в престижном конкурсе, пройти в финал в нынешнем году, смогли только 20 из них. Так, на сегодня примером крепкого института семьи в регионе признаны садвокасовы из Кирбулагского района. Мы в браке почти 30 лет, воспитываем 14 детей. Конечно, в многодетной семье забот много, но любви, безусловно, хватает на каждого. Все дети, как на подбор, талантливые и целеустремленные. А наша цель – помочь достичь им своих желаний и быть для них не только опорой, но и примерными родителями. Инициатива создания этого конкурса, ставшего уже национальным достоянием, принадлежит Ельбасы. Стоит отметить, престижное первенство Мирелли от Баса набирает обороты уже седьмой год подряд. Именно с тех самых пор национальное состязание обрело популярность не только у приверженцев семейным традициям, но и у современных супружеских пар. Выражаем огромную благодарность семьям, принявшим участие в конкурсе. Вы служите примером нравственности и поистине счастливого брака для молодого поколения. Благодаря вам наш край полнится крепкими семьями, из которых выходят достойные граждане страны. Несмотря на то, что количество призовых мест ограничено, без подарка не осталась ни одна семья. Поскольку, как отметили организаторы ежегодного мероприятия, каждая супружеская пара внесла огромный вклад в культивирование семейных ценностей и служит настоящим примером счастливого и крепкого брака. Адина Смогулова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Вакцина «Панацея» – молодёжный ресурсный центр города Таудыкурган провёл акцию в поддержку массовой иммунизации населения. Специалисты учреждения провели информационную работу среди населения о преимуществах и противопоказаниях вакцины. В листовках содержится информация о местонахождении прививочных пунктов, график работы и другие данные, которые помогут жителям дополнить свои знания о пользе массовой иммунизации и выбрать удобное для себя время и место. Для проведения акции была выбрана одна из самых оживлённых улиц города – Арбат. Информационной работой охвачено более 300 человек. Напомним, на сегодняшний день в Алматинской области прививку от коронавируса получили порядка полумиллиона жителей или почти 25%. Эксперты прогнозируют увеличение данного числа в ближайшие сроки. Связано это с тем, что при сохранении высоких темпов вакцинации уже в скором времени мы сможем навсегда забыть об опасном вирусе и карантинных ограничениях. «Сама я отношусь положительно к вакцинации. Ведь это лучший способ победить такую коварную болезнь, как коронавирус. Без коллективного иммунитета люди серьёзно рискуют своим здоровьем каждый день. А получив прививку, могут навсегда обезопасить себя и своих близких. В ежедневной суматохе у нас часто не хватает времени, чтобы сходить в медучреждение и всё разузнать. Однако эти информационные листы о вакцине помогают оставаться в курсе актуальной информации, не отрываясь от дел». «Специалисты Молодёжного ресурсного центра города Талдыкурган вышли на акцию, где основная задача заключается в том, чтобы проэдитировать население про вакцинацию, рассказать плюсы вакцинации, основные моменты вакцинации, какие побочные эффекты могут быть, где возможно будет получить вакцинацию в нашем городе. Так, как говорят наши врачи, это один из эффективных способов борьбы против коронавирусной инфекции – это вакцинация. Молодёжный ресурсный центр города Талдыкурган призывает всех граждан провакцинироваться». Стартовал приём документов в высшие учебные заведения по программе «Серпен-2050». В этом году для реализации проекта по Амалатинской области выделено 5116 образовательных грантов. «Серпен дарит рывок». Государственная программа была запущена в 2014 году. Она помогает обучить и трудоустроить молодёжь из густонаселённых районов регионы, где ощущается дефицит кадров. Для этого создаются все необходимые условия. На протяжении всего периода обучения студентам обеспечивается бесплатный проезд, питание и проживание в общежитии. Также им будет оказана помощь в трудоустройстве после окончания вуза. «Обучающимся выплачивается ежемесячная стипендия. Если студенты технического и сельскохозяйственного факультета получают 27 тысяч тенге, то учащимся педагогического факультета выплачивается 42 тысячи тенге. Однако и по критериям пороговый балл у будущих учителей на разряд выше. Он составляет 75 баллов». Приём документов на грант по данной программе осуществляется через онлайн-платформу ЕГОВ. Или же абитуриенты могут обратиться в приёмную комиссию в Джитсуцкий университет по техническим, педагогическим и сельскохозяйственным специальностям. «Данную работу по программе «Серпен» мы проводим с 12 июля, то есть с понедельника. В данной программе участвует в основном 15 университетов. Наша основная работа – это консультация. То есть мы рассказываем о своих вузах, о своих особенностях, какие у нас есть гранты, какие есть гранты по «Серпену». Так что мы вас приглашаем, ждём. Приходите к нам». За годы реализации проект «Серпен-2050» стал эффективным государственным инструментом. Благодаря проекту развивается внутренняя миграция, повышается экономическая активность. Мадина Неспека, Аблай Кутукпаев, телеканал ЖИЦУ. Сегодня на 98-м году жизни скончалась Алтанай Есбулатова, единственная женщина-ветеран Великой Отечественной войны в Алматинской области. Алтанай Жайнаковна родилась на станции Матай Аксузского района, рано осталась сиротой, воспитывалась в детском доме, прошла всю войну, а в послевоенные годы помогала поднимать страну на ноги. В народе её ласково называли «паровоза-па» за преданность железной дороге и за то, что в военное время возила на поезде на передовую ценные грузы, а оттуда вывозила раненых. Была и сестрой милосердия, и кочегаром, и кондуктором, и помощником машиниста. Вместе с другими участниками военных действий освобождала Сталинград, Смоленск, а также города Украины, Белоруссии, Прибалтики и Польши. Победу встретила на границе с Германией, доставила в Москву эшелон с солдатами-победителями и ещё больше года продолжала служить на Дальнем Востоке. За проявленные в годы Великой Отечественной войны героизм, мужество и трудовые подвиги награждена Орденом Отечественной войны первой степени, медалями за оборону Сталинграда, за освобождение Крыма, за победу над Германией и рядом других наград. В родные края Алтынай Жайнаковна вернулась лишь в 1946 году, где продолжала работать в Омакомотивном депо станции Матай. На протяжении всей своей жизни Алтынай Апа появляла собой яркий пример доброго, смелого и отзывчивого человека. Отличалась активной гражданской позицией, патриотизмом. О своей особой душевности она снискала огромные почёты и уважения среди народа. Мемориальная плита в честь памяти Булаткали Байгусынова была установлена на стене одного из домов Талдукургана, где жил общественный деятель. В разные годы он занимал различные посты. От председателя райкома Комсомола и инструктора парткома до первого секретаря. При жизни он был человеком со светлой душой, говорят об Булаткали Байгусынове и его знакомые. К слову, это 33-я по счёту плита. Всего по городу планируется установить ещё 10 мемориальных плит, посвящённых памяти тех, кто внёс неоценимый вклад в развитие Алматинской области. Булаткали Сакпаевич умер в 2006 году в возрасте 53 лет. Он уроженец села Кугалы Гвардейского, а ныне Кербулакского района. После окончания средней школы в 1971 году он проходил военную подготовку в Советской армии. Он был прекрасным и добросердечным человеком. Я очень рада, что плиту установили. Ведь так память о нём будет жить вечно. Сохраняя народные традиции, в преддверии священного праздника Курбана и тур ремесленника в крае ЖТСУ прибавилась работа. Изделия, выполненные умелыми руками талантливых мастеров, пользуются большим спросом. Жительница Таудыкургана Кумыс Мерикенова всю жизнь занимается рукоделием и даже обучает этому своих детей, внуков и правнуков. В гостях у мастерицы побывал и наш корреспондент. Кумыс Мерикенова работает над новым изделием. Тщательно подбирает цвет, отмеряет лоскуты. Нужно, чтобы всё было идеально. Ведь готовое изделие должно не только быть качественным, но и радовать глаз и душу. В её коллекции огромное количество разнообразных корпе, одеял, сумок. Работы талантливой мастерицы пользуются популярностью даже за рубежом. Однако до недавнего времени любимое дело оставалось лишь хобби. Выучилась насчётного работника. Работала много лица в складах, с печером, на таких работах. Но никогда не бросала свои любимые дела. Всегда любила вязать, шить, изобретать что-то, придумывать. Детям особенно, трудные годы. Всем я такие куртки нашивала, что они как магазинные, как фабричные были. Ну, я вообще любила. Ну, портной говорят от Бога, наверное. Я думаю, что мне Бог дал такое, что я очень люблю шить и вязать. Каждая работа Кумы Смирикеновой выполнена с душой. Неудивительно, что её знаменитые корпе многие стараются приобрести на свадьбу. Ведь такие подарки, несомненно, принесут молодой семье счастье. Она занимается казахским национальным рукоделием, который называется «Крах-Корпе». Почему называется «Крах-Корпе»? Со всех лоскутков шьётся красивые одеяла. Это значит, всех объединяет. В дом сноха заходит, ей дают такие вот приданные. Поэтому вот это объединение «Крах-Корпе» с лоскутков собирается доброта и любовь в дом. Сегодня Кумы Смирикенова уже на пенсии. Всё свободное время старается проводить за рукоделием. Шьёт, вяжет, вышивает и даже придёт. Творчество обучает также детей и внуков. А недавно вместе с правнучкой принимала участие в онлайн-конкурсе, где они завоевали гран-при. Бабушка наша была наставницей, а внучка участвовала в конкурсе, одевала те вещи, которые нам связывала. Сшивала наша бабушка и бабушка. Она вот этим и была. А бабушка учила ещё первым-первым азам вязание. Всем понравилось наше видео. И вот мы получили вот этот сертификат. Бабушка получила, что она наставница. И моя внучка рада, что первое призовое место получила. Своим умением мастерица готова поделиться со всеми. Ведь очень важно сохранить и передать потомкам традиции своего народа. Надежда Белова, Надир Хамзин, телеканал ЖТСОН. К ситуации в республике. Популяция снежных барсов в Казахстане может существенно сократиться. По словам экологов, ирбисы в поисках новой жизни мигрырют в Кыргызстан, Китай и Монголию, сообщает Хабар-24. В республике, по официальным данным, обитают от 130 до 150 особей. Их ареал обитания располагается на территориях 12 стран мира. У нас особи попадали в объективы фотоловушек в национальных парках Алматинской и Жамбылской областей. Любопытно, что даже ученые, которые знают о жизни ирбисов все, не могут установить их точную численность. Говорят, для этой работы нужно серьезное финансирование. Аэросъемка, установка камер – все это требует денег. Но есть вероятность, что из-за браконьерства, развития в горной местности инфраструктуры, а также строительства дорог и гостиниц выслеживать будет уже некого. Другие страны давно занимаются отловом редких хищников, установкой спутниковых ошейников, позволяющих охранять и следить за путями миграции. У нас же все это только в планах. С обмелением реки Таргын борются жители на востоке страны. Они уверены, что очищение ее русла и впадающих родников поможет предотвратить засуху в регионе. Помощь оказывают все жители села и даже те, кто давно отсюда уехал. Кто не смог присутствовать лично, шлют деньги на горючее и технику. Река Таргын – главная водная артерия для поселка. Более того, она, как и многие источники в регионе, входят в бассейн Иртыша – гиганта области. Он может не справиться без должной поддержки. Поэтому важно не дать обмелеть небольшим речкам, уверены местные жители. Мужчина из кафе в городе Нур-Султан украл полтора миллиона тенге. По данным полиции столицы, подозреваемый работал поваром в этом заведении. В ночное время суток он разбил окно и проник внутрь кафе. Вскрыв кассовый аппарат, молодой человек украл крупную сумму, после чего скрылся с места преступления, заявили в ведомстве. Позднее его задержали на квартире. Украденные деньги изъяты. Задержаны во дворен ВВС. По данному факту возбуждено уголовное дело. Уточнили в пресс-службе. О событиях в мире. Нарисовать деревья, которые дышат и помогают дышать людям. В Будапеште на стенах домов появились необычные экологически чистые граффити, которые поглощают смог. Они нарисованы специальной фотокаталитической краской. В ее составе уникальные пигменты. Под воздействием солнечного света они активизируются и поглощают вредные вещества в воздухе, превращая их в безобидные нитраты. Природные пейзажи огромных размеров – творение венгерских стрит-арт-художников в рамках проекта «Городской лес». Он призван привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха и нехватке зеленых насаждений в городах. Шотландия готовится снять большинство коронавирусных ограничений 19 июля – в день, когда Соединенное Королевство запланировало окончательно проститься с локдауном и дистанцированием. Вот только маски шотландцы решили оставить. Франция тем временем объявила об обязательной вакцинации медработников, о введении санитарных пропусков для посещения общепита и культурных мероприятий. Президент Макрон заявил, что стремится к вакцинации всего населения, не употребив определение обязательной. Однако, по мнению его оппонентов, это в конечном итоге и ждет французов. Тем временем в Дании центры вакцинации создаются в кварталах для уязвимых групп населения. В этой части общества пойти на укол пока соглашается лишь 40% граждан. Наполеоновский генерал вернулся во Францию из России спустя 200 лет. Граф Шарелетьен Гюден был однокашником Наполеона и участвовал во многих кампаниях революционных и наполеоновских войн. В 1812 он командовал пехотной дивизией. В битве под Смоленском ему ядром оторвало ногу, и генерал скончался несколько дней спустя. Сердце Гюдена еще тогда привезли во Францию. Его имя выбито в числе прочих на Триумфальной арке. Захоронение обнаружили и опознали только в 2019 году. По сообщениям французских СМИ, на май 2021 планировали пышную церемонию возвращения, приуроченную к 200-летию со дня смерти императора французов. Причем не исключали присутствие президентов обеих стран. Однако в итоге обошлись без помпы. Как по санитарным соображениям, так и из-за того, что отношения между Москвой и Парижем за последние месяцы заметно ухудшились. Подведены итоги третьего и четвертого туров официального чемпионата РК по регби-7 среди мужчин. Эта разновидность командного вида спорта во многом отличается от классического регби-15. Он более динамичен и зрелищен, так как здесь гораздо больше интересных моментов и попыток занести мяч в зону соперника. Напомним, главные фавориты чемпионата – наши земляки. Они семикратные чемпионы Казахстана, представители профессионального регбийного клуба «Олимпа» в Матинской области. В этом году состав сборной пополнился молодыми, подающими большие надежды спортсменами. Наряду с опытными игроками в течение трех дней они вели упорную, бескомпромиссную борьбу за позицию лидера со спортивным клубом «Динамо» из Алматы. Если результаты двух первых туров не выявили явной разницы в классе игры соперников, то на этот раз алматинцы заявили о своем преимуществе очень уверенно, выиграв решающий матч четвертого тура. Впрочем, у наших земляков еще есть шанс отыграться и вновь возглавить турнирную таблицу состязаний. Впереди пятый, заключительный этап, в котором и определится победитель чемпионата. В Казахстане, вы знаете, началось в 60-х годах. И тогда это была студенческая команда, политехник. И, конечно, она с самого начала заявила себя очень неплохо. Ну, правда, это была команда первой лиги. Потом у нас появилась команда «Скалмата». Это был уже значительно другой уровень. Игроки этой команды когда-то были основными поставщиками в сборную Советского Союза. Большинство из них участвовало в матче, когда они победили на чемпионате Европы команду Франции в Париже, что было очень неожиданно. Основу этой команды составляли игроки «Алматинского СКА». Такой была информационная картина на сегодня. Программу новостей смотрите ежедневно в 21.30. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова